Зимой ближе к Новому году на окнах можно увидеть наклеенные снежинки. Сейчас сентябрь, а из квартиры на прохожих выглядывают грустные смайлы. Судя по рожицам, у жильцов этого дома явно не праздничное настроение. Половина окон смотрит на мир печальными глазами, роняя слезу. Мы сначала подумали, осенние хандра или коммунальные проблемы, и были правы. Дом старый, в трещинах, причем не только из-за ветхости. К хрупкому фасаду еще в советское время протянули растяжки от трамвайных путей. Маргарита Кранидовна много лет прожила в Средней Азии. Говорит, проезд трамвай напоминает землетрясение, которое она помнит с тех времен. Если в туалет зайдешь, такое ощущение, что сейчас потолок обвалится на голову. Вот так трясет. Посуда падать начинает. Холодильник весь ходуном ходит. Но если к стуку стальных колес жильцы за долгие годы уже привыкли, то с неудобствами, которые доставляет магазин на первом этаже, мириться сложно. Столько вентиляторов здесь стоит в арке, люди не могут нормально отдыхать, спать. Жильцы обращались даже в суд, а когда поняли, что помощи ждать неоткуда, перешли на невербальный язык общения. Получился такой безмолвный протест. Насколько эффективным, мы спросили у прохожих. У них, наверное, просто на окнах нет цветов. Пусть поставят цветы и будет весело. Просто кто-то решил украсить как-то проявление, так сказать, современного искусства. Это если люди вот так вот это самое сделали, это надо вообще, не знаю, там писать, СОС кричать, вообще на улице кричать, что может там у них и тепла нету, может там у них какой-то там подъезд, у них грязь. Вот так, не записываясь на личные приемы и не звоня в колл-центр, люди пытаются заявить о своих проблемах. И это начинает напоминать тупик, когда все методы исчерпаны. За развитием событий можно следить прямо с улицы. Если уголки губ повернутся в другую сторону, образуя улыбку, значит у жильцов наконец-то все хорошо. Юлия Чистых, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта».